Большинство индийских городов и есть астма. Просто вдох и выдох. По крайней мере, такое удовольствие заслуживает каждый человек, не так ли? Мы видели, что у многих людей астма прошла на 100%. Намаскарам, Садгуру. Я долгое время справляюсь с астмой при помощи медикаментов. Что я могу сделать, чтобы ее победить или хотя бы смягчить проявление болезни? Большинство индийских городов и есть астма. Если вы живете в Дели, это единственное место, где можно видеть воздух. Это неплохо, что вы можете видеть что-то настолько жизненно важное. Воздух настолько плотный, что его видно. Если у вас уже есть проблема, то город не место для вас. Необходимо, по крайней мере, переехать в деревню. О, ну что мне делать? У меня же работа. А зачем вам работа, если каждый день с утра до вечера вы задыхаетесь? На мой взгляд, лучше иметь немного меньше денег и жить в деревне, но при этом хорошо дышать. Если не все остальное, то, по крайней мере, дыхание должно быть легким. Не так ли? Это то наслаждение, которое должно быть у каждого человека. Просто вдох и выдох. Каждый человек заслуживает, по крайней мере, такое удовольствие. Не так ли? Но, к сожалению, такое происходит. Во всех крупных городах становится тяжело дышать. Вы увидите, если вы будете жить там, где свежий воздух, ваша астма сократится на 25-30%. Как только мы устраним внешнюю проблему, появится возможность справиться с внутренней проблемой. В заболеваниях человека бывают двух видов. Инфекционные и хронические. Инфекционные заболевания происходят с телом, потому что в систему вторгается внешний организм, и он вызывает определенные болезни, с которыми приходится справляться с помощью лекарств. Но хронические болезни означают, что наше собственное тело создает проблему. Болезнь производится в системе. Поскольку проблема создается изнутри, очень важно найти для нее внутреннее решение. Процесс внутренней инженерии заключается в том, чтобы вы нашли доступ к тому глубочайшему измерению разума и компетенции внутри себя, которое способно формировать это тело. Думать и считать, что у всех ваших проблем внешняя причина и существует внешнее решение — это очень глупый подход к целостному процессу. хронические болезни, такие как диабет, гипертония, сердечные заболевания, астма, аллергии, ожирения, пищевые расстройства и многие другие, которые по сути создаются изнутри, все эти вещи могут быть решены изнутри. Если только мы готовы уделить достаточно внимания глубочайшему измерению того, кто мы есть. Если вы исключите молочные продукты, то увидите. Для многих людей, которых мы наблюдали, единственной причиной их астмы являлось потребление молочных продуктов. Если они убирают молочные продукты, астма уходит. Для большинства людей, по крайней мере, 50% их проблемы — это потребление молочных продуктов. Если их исключить, 50% уйдет. С оставшимися 50% можно будет легко справиться. Употребление молока и молочных продуктов и продуктов, вызывающих образование слизи, сильно усугубляет ситуацию. Таким людям следует избегать бананов, джекфрута и приготовленной свеклы. Вы можете есть сырую свеклу, но употребление приготовленной свеклы вызывает сильное образование слизи. Еще один продукт, который может быть для вас очень полезным для ежедневного употребления — это мед. Мед — это единственное вещество на планете, чей химический состав очень близок к составу человеческой крови. Если изменить несколько вещей, то он станет практически как кровь. Ежедневное употребление меда может принести огромную пользу вашему здоровью, особенно для тех людей, которые страдают от избытка слизи. КОНЕЦ